Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Во-первых, первое, что мне хочется вам сказать, это то, что у вас наблюдается фигнейший эффект замещения. То есть, вы не смогли построить отношения с мамой хорошие, ну, явно у вас это не получилось. И из-за этого вынуждаетесь, ну, вот, в учителях, в школе вынуждаетесь. Из-за этого вынуждаетесь в... в равных схемах... в школе. Потому что там вам комфортно, там вам хорошо, там вам было комфортно. А здесь, здесь я думаю, что вы чувствуете себя потерянной. И именно из-за этого, из-за того, что вы чувствуете себя потерянной, вам так и тяжело. Ну, вот, давайте подумаем, откуда привязан в школе. Потому что вы в школе вас понимали. В школе вас понимали. В школе к вам, возможно, прислушивались. В школе вы чувствовали себя значимой. В школе давала вам ощущения дома. Вот почему вы тянетесь к учительнице, да? Почему вы к ней тянетесь? Там, потому что вам нужна любовь. Вам нужна поддержка. Вам нужны ласка, тепло, работа. Но мама вам этого не дает. И чувствуя, что вы в этом нуждаетесь, вот ощущая это, ощущая, что вы нуждаетесь в этом. Вы тянетесь к людям. Тянетесь к тем, кто давал вам, может быть, чувство, может быть, защищенности, да? Чувство собственной значимости, ну и так далее. То есть разные здесь могут быть варианты. Но факт, это факт. Факт, это факт. И я думаю, что на это нужно обратить внимание. Именно вот на этот момент. На то, что вы не знаете о других людях, не знаете о окружении этих людей и так далее. А также на то, что без этих людей вы чувствуете себя потерянным. Ребята, я знаю, что своей собственной системы ценностей, своих собственных ориентиров в жизни у вас нет. А почему-то, почему-то вы говорите о профессии врача. Почему-то, почему-то, почему-то вы об этом говорите. Если честно, я думаю, что почему-то мне так кажется, что личность вы творческая. Ну, в большей степени творческая личность, чем может показаться, например, на первый взгляд. И, соответственно, различная медсестры, она для вас, скорее всего, будет тоже не совсем, ну, не совсем такой приятной, не совсем такой удачной, не совсем тем, что вы бы хотели для себя. Вот. И поэтому я думаю, что необходимо в первую очередь понять, чем обусловлен ваш выбор. Чем обусловлен ваш выбор, почему вы решили именно так поступить, почему вы решили поступить именно на медсестру и так далее. Это то, что мне хочется сказать, отказать. То есть эмоциональная привязка, эмоциональная привязка к школе связана с тем, что вы не чувствуете поддержку себя дома, своей семьи. И связаны с тем, что вы себя никак не реализуете. А в школе реализация была. Но помимо этого вы себя вообще никак больше не реализуете. Если у вас есть, например, хобби какие-то, увлечения, интересы, то это нужно все реализовывать. Это нужно все как-то продвигать. А вы этого не делайте, предпочитая оставлять все так вот, как есть. А это путь в никуда. Это путь в никуда, потому что вам никто не поможет. Вам никто не поможет устроиться на ту работу, которую вы хотели бы, которая вам нравится. Потому что у мамы ваши свои взгляды на жизнь, на то, как вы должны выстраивать ее. У вас свои. Хочу напомнить, что вы уже большиннолетних и имеете полное право самостоятельно управлять своей жизнью. Вот. Поэтому ваша мама не в праве указывает вам, что делать и как. Ну, то есть вы, естественно, живете с ней и, естественно, что вы должны, там, что-то для нее делать. Это понятно. Пока вы сами себя не обеспечиваете. Вот. Но то, что вы сами решаете, чем вам заниматься и как это обназначить. Вот здесь уже вопрос о уверенности в себе и о комплексах. Вообще, детско-родитовские отношения ваши, они очень серьезные, серьезно влияют на вас. То есть вы постоянно обманываете себя с другими людьми. Отсюда стыд. Вот. Отсюда постоянное надо. Это не то, чего я хочу, а просто надо. И отсюда, естественно, апатия, чуть ли не депрессия, да. Ну, может быть, до депрессии прямо и не доходит, но апатийное состояние, я думаю, все это идет от кого? От матри. И от вашего убеждения, вашего, можно сказать, каприза в том, что вы должны были быть в школе. Вы должны были сидеть в апатии. Вот. Опять же, кому должны, почему должны, это остается не ясно. Потому что, ну, очевидно, что вы никому не должны ничего. Очевидно, что понятие «должен», здесь оно неприменимо. Итак, значит, скоро уже 19 лет мне будет. Образование, у меня 9 классов, окончилась школа в 14-м году, три года мысли только о школе. А что делали три года? Чем занимались три года? Ну вот, закончили школу и что делали там? Ну, не только же вы сидите дома своим, да? Вы же, наверное, все-таки всем позанимались? Еще? Или ничем не занимались? Ничего не делали? Вообще? Тогда это очень плохо, потому что получается, что у вас интересов нет своих, вот, именно своих интересов. А про интересы должны быть. Ну, то есть нужно, нужно, чтобы вы отдавали себе отчет в том, что вам интересно самой по себе, что вам нужно самой по себе. Опять же, так, значит, так получилось, что я сама думала не идти в безъятный, потому что не способна сдать экзамен. Да и троек много. Так, ну вот вы говорите, что сама я не способна сдать экзамен. Откуда такая у вас информация, откуда такое мнение, ну, о себе, да? Откуда у вас такое убеждение, что вы не сможете обязательно, вот. То есть я думаю, что здесь нужно, в однозначном порядке, здесь нужно подумать, откуда у вас вот это вот убеждение, не навязано ли оно вам. Понимаете? Понимаете? Не навязано ли оно вам, вашими, например, родными, да? То есть, например, вашей мамой тоже и так далее. Понимаете? Это очень важный момент, потому что если ваша мама убеждает вас в том, что вы не справитесь, да, если ваша мама убеждает вас в том, что вы не сможете, что вы не достойны, что у вас не получится, ну, что-либо достичь, что-либо сделать, то это означает, что у него есть определенные мотивы так себя вести с вами. И эти мотивы не имеют ничего общего с мыслями, с размышлениями. А вас с пользой для вас ничего общего это не имеют. В таком случае уже нужно анализировать ваши отношения с мамой и делать из этого соответствующие выводы. То есть, корректировать их. Далее, значит, так, троек много, но это ничего не значит. Потом захотелось попытаться. Почему? Почему не желание матери идти в школу и писать заявление на 10 класс и помощь доброжелателя не дали мне вернуться в родную школу? Почему вы называетесь школой родной? Почему вы позволили маме не писать заявление? И почему вы переносите ответственность себя на других, на недобросователей? Это неправильно. Неправильно переносить ответственность. Понимаете, если вы оказались в такой ситуации для себя, то это исключительно и только проблема вас. То есть, это не проблема недоброжелателей. Потому что люди, они могут делать абсолютно все, что хотят. Это, по большому счету, их как бы право. И я не думаю, что правильно, верно ориентироваться на них и говорить, что вот они мне не позволили или мама не позволила. Знаете, так очень легко будет постоянно находить виноватых. То есть, вы видите виноватых, вы ищете виноватых в том, что у вас не получилось, да? Вот. Вы ищете виноватых. И опять же, поиск виноватых здесь, ну, в вашем случае, поиск виноватых. Это определенная стратегия поведения, определенная модель поведения. Скорее всего, скопированная вами из взаимоотношений с мамой. То есть, искать виноватых, это та позиция, которой придерживалась ваша мама. Кстати, а с папой что? Ну и про недоброзелатели, это мы уже сказали. Сейчас я уже давно лишь локти кусаю. Это очень важная тема для меня. Работу найти не удается. А почему локти кусают? Так получилось. Так получилось. Почему вы об этом до сих пор думаете? Почему вы до сих пор переживаете об этом? Почему вас так это задело? Правильно, ведь вы же не хотели изначально сами экзамен сдавать. Правильно, вы же не хотели сами. А теперь получается, что вы кусаете локти. Так почему? Вот в чем связь? Где зависимость? Одного от другого. Понимаете? Я бы очень хотел, чтобы вы постарались бы этот момент для себя определить. Потому что он очень важен. Этот момент. Работу найти не удается переставить. Опять же, на мой взгляд, такой весьма важный аспект. Весьма важный аспект связан вот с чем. Почему для вас так важно найти работу? Неквалифицированную работу, потому что у вас нет образования. И так далее. Почему это для вас так важно. Чего мама для вас хочет? Ну, помимо того, чтобы вы на пол расшли. Зачем это, по ее мнению? Как вы воспринимаете эту работу? Опять же, мне показалось, что у вас некоторое такое идеалистическое представление о работе. То есть работа вам должна обязательно нравиться. А вы не додумывались о том, что работа – это просто источник средства для, ну скажем, получения дохода. Средства для обретения самостоятельности вашей возможности, допустим, жить отдельно. Ну, например. И тем самым, тем самым избавиться от гнета своей мамы, которой у вас явно имеется. Да? Вот. То есть старое ощущение, что вам вот эта вот позиция, в которой вы оказались, она удобна. Я не говорю, что вы прямо уж хотите в ней быть. Но эта позиция вам, она удобна. Старое ощущение. Потому что вы говорите постоянно, что «нет, но». То есть вы чего-то хотите вроде бы, но в то же время вы говорите «но». У Берна это называется «да, но» позиция «да, но». Это когда человек вроде бы чего-то хочет, когда человек вроде бы к чему-то стремится, но при этом постоянно ищет. какие-то. Какие-то. Отговорки для того, чтобы этого не делать. Этого не делать. А я рекомендую вам об этом тоже подумать. Далее. К тому же, заканчивая школу, где сейчас тоже я не знаю, каким хочу быть. А что получается лучше всего? Какие у вас ценности? Какие у вас белябы? Какие у вас точки зрения на окружающие? Попробуйте об этом подумать. Попробуйте подумать о том, что составляет ваш базис. Ценности. Ценностный базис. И вот исходя из этого уже, значит, двигаться. Соответственно. Соответственно. Я думаю, что на этом пока можно закончить мой ответ. Так что информации я вам дал более чем достаточно пока для размышлений. Подумайте пока об этом. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Ну, вообще, я бы рекомендовал вам в обязательном порядке, я бы рекомендовал вам личные регулярные консультации для проработки именно в начале детско-родительских отношений и проработки обид, а также по корректированию ваших позиций. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!